Субтитры делал DimaTorzok Я согласен Не свою историю, а историю Украины Ну понятно У меня Россия под ВПНом, во-первых А во-вторых С какой статьи я вам, если вы из Вова Буду рассказать историю Украины Ну вот, а очень много людей этим занимаются Вы к Украине стали иметь отношения Только с 1939 года А до этого А до этого было в Польше И во-вторых В Янгрии Ну признали, да Я бы предпочел, чтобы все-таки Их впиндюрили обратно в Украину С особым статусом С полным особым статусом Тогда бы иные регионы Как Харьков и Одесса Сразу бы затребовали тоже себе Такой же статус А теперь, к сожалению Они вот лишены Это что лишены Но более трудно Им реализовать такую возможность Затребовать для себя особый статус В Украине Ну а скажите, смотрите Вот вообще Вот знаете как Вот как вы считаете Жизнь несправедлива Если, например, Владимир Ильич В какой-то степени Ну, просоединил эти территории к Украине Они его памятники слесли И все пошло обратным счетом Ну Ну, что несправедливо Он поступил несправедливо Он был русофоб Он разбазаривал российские территории Ленин Ну, я бы я говорю сейчас справедливо А сейчас они должны на него Они должны на него молиться По идее Они его Видите, как поступают Это и должен быть их бог Потому что он создан их государство Украина Получаете где-то обратно отсчет Ну, обратно отсчет Это как Пока он не идет, к сожалению Ну, это Я имею в виду Ну, как Вот смотрите Крым и Сул Гонбас Луганск А завтра С такой властью С таким президентом Имею в этом Лидера в кавычках То и Харьков И Одессе Заводчики И Мариуполь захотят Ну, я надеюсь Нет, они хотят Я надеюсь Что у них получится Да Я сам из Харькова Я надеюсь Что получится Ну, Харьков Ну, Харьков Ну, Лимонов Завещал Харьков В первую очередь Освобождайте Харьков Лимонов Буквально Писал Завещание Такой писатель Лимонов Эдуард Освобождение Русских земель Начинайте С Харькова Потом Донбасс Потом Крым Потом Северный Казахстан Но, к сожалению Россия По-иному Начал действовать Ну, в любом случае Хоть с чего-то начало Ну, хоть с чего-то начало Да Но это как бы Знаете Вот Все равно Что допустим Вот Три хулигана Да Попадают Ну, где дети Подростки Попадают в ментовку Да Что-то там Разбили На хулиганили Одного Приезжает Богатый Отец Выкупает Денег дает Берет домой А эти двое Остаются за решеткой Как они К этому К третьему Должны Относиться Ну Негативно Либо с завистью Либо там Как-то еще Правильно Потому что Тому повезло А им нет Хотя были В равных Условиях Можно сказать В равных Негативных условиях Где-то так Я думаю Что Им Их Сказать И у них тоже Как говорят Праздник будет Ну, надеюсь Надеюсь Вы смотрю Позитивно Вы кто По национальности Если не секрет Абхаз Я в Дагестан Нет Дагестанец Сам Я вас понял Но я Я понял Вы сказали Я вижу Естественно Этом Перекрестке Город Чернинов Или это вообще-то Северная Украина А то пошло Ну, ладно А то можем с тобой В географию Украины Посерноваться Что-то не очень По-моему Ориентируемся Волчанское Да, не надо Сказать Хорошо Ну, ладно Может тебе вопрос Интересный К вам вопрос Или у вас Ну, к любому Собеседнику В чат-рулетке Какие-то вопросы Задаешь Мне такое же Задать Ты же выходишь В рулетку Наверное Что-то спрашиваешь Смотря как Чисто Смотря как Человек настроен На ругоделок он Настроен По поводу чего Ну, хорошо Когда ты Когда ты Человека встречаешь Ты же не знаешь Как он настроен Ты это Выясняешь Вследствие беседы Правильно? Задавай вопросы Потом Ну, да Я могу даже не беседовать Человеком Ну, хорошо Так ко мне Нет вопросов Что-ли? Ну, первый вопрос То, что Смотрит С чем А, я ничего не смотрю Вот на стенке Я же спиной сижу Это как раз Для зрителей Слайшоу идет Слайшоу Через Слайшоу Чебу В данном случае Виды города 1908 года Архи Вот сейчас Да, сейчас пошла Вторая мировая война Харьков Сейчас опять Еще До Украины Харьков А вы откуда? Торонто Слежит Торонто? Почему Россия Слежит? Ну, потому что Рулетка Как правило В последнее время Обманывает А вы откуда Рулетка? С Харькова С Харьков Да Людмит, разворот В принципе Могу Ну, не флюет ли Но В школе учил Вашу могу Могу Из Understandable Форме Понимаю Вашу могу А вы В каком году Приехали В втором году В пятом В девяносто пятом В две тысячи пятом Когда говорят год Обычно Говорят Две Либо полностью Либо две последние цифры Ты же не говоришь На предыдущий год Первый год А ты говоришь Двадцать первый Правильно? Да Спасибо, что учите Мерим Так и здесь Когда ты девяносто пятый Говорят девяносто пятый А пятый Либо девятьсот пятый Либо две тысячи пятый Все Никакой в турнике живется Да нормально Ну с ковидом Там все похуже живут Но у нас Меньше Ухудшения Чем у других Скажем так И как бы Еще один вопрос Как вы смотрите Какая ситуация Которая происходит Между Украиной И Россией Ну печальная ситуация Мне не нравится Ущерб Который Харькову нанесен Безусловно Ваш любимый город Да Да, конечно Да Борозный Свет Практически Ну практически Процентов на шестьдесят Да не Ну это вы выдумываете Процентов на Двенадцать На штат Это Мариуполь И то Мариуполь Не на шестьдесят А поменьше Может процентов на Пятьдесят два А Харьков Где-то процентов Про хаков Процентов на Двенадцать На шестьдесят Ну все равно Ущерб Уменьшен Закон администрации Ну был Был Чеш Четыреста девяносто Домов Будут сносить Которые Как вы вообще Смотрите Под этой ситуацией Как вы думаете Какой расклад Действий Дальнейших Вы имеете Ввиду Мой прогноз Что будет В дальнейшем Ну Война Закончится Я думаю Через полгода Обе стороны Как Украина Так и Россия Объявят себя Победителями Поскольку Ну Чтобы Преподнести Своему Манюфасу Своим Как говорится Жителям Победу А не Поражение Ну Россия Допустим Я надеюсь Что Харьков Освободится От Украины Но Не уверен В этом Ну Какие то там Территории России Отожмет Да Допустим Херсонскую область Тоже И Это Представит Как победу Россия А Украина Представит Что вот она Отстояла Киев Отстояла Чернигов Там Возможно Одессу Отстояла Это Это Будет Преподнесено Вам Тоже Как победа Украины Я вот Приведу Исторический Пример Знаешь Война 1912 Года Была Между Кем Кипят Ну В Европе Наверное В школе Изучалось Наполеон Напал На Российскую Империю Я Про другую Войну Одновременно С этим Была Война Между Британией И Штатами То есть Британия Канада С одной Стороны А Штаты С другой Стороны По факту По факту Война Закончилась Боевой Ничьей Но вот Сейчас В школе Изучают В Канаде И в Британии Что Британия Победила С Канадой А в Штатах Изучают Что Штаты Победили И какие-то Там аргументации Для школьников Преподносят У меня Вот Брат двоюродный Уехал Из Канады В Штаты У него Старший брат Отучился В Канаде Эту тему А младший Уже в Штатах Так они Абсолютно То есть Они между собой Даже дрались Одно время Один говорит Что Канада Победила А другой Говорит Штаты Поскольку Его так В школе Научили Вот такая Смешная Ситуация Ну вот Такие Вопросы Если Если Хочем Российские Войска Сможут Захватить Харьков В ближайшем Месяце Захватывать Не будут Его Я надеюсь Что они Не будут Захватывать Поскольку Это разрушение Его Скорее Себе Будут Окружать То есть Остаток Харьковской Области Возьмут А Харьков Окружается В Кайце И В конце Концов Он Само Сама Мэрия Попросит Дело Разблокировать И Поскольку Мне кажется Это невозможно Что Сделать Обложить Харьков По периметрам Невозможно Почему Тысяч Я Я Я Я Это Само Если Тебя Интересует Я По Военной Профессии Ну Я Вообще До Иммиграции Лекции В универе Читал А по Военной Профессии Капитан Запаса Командир Отдельной Роты Химзащиты Так что Я С точки Звения Химоружия Я могу Профессионально Прочитать А вот С точки Звения Воикс Могу Так Прикинуть Полудилетантский Полупрофессионально Ну Вот Чисто Харьков Харьков Окружен Сейчас Наполовину А Чтобы Остальные Закрыти Нужно 60 тысяч Там От Харькова Изюмское Направление Сейчас Ну Вот Изюмское Закончит Войска Освободятся Да Мне конечно Это самое Знаешь Такой был Писатель Лимонов Слышал Конечно Да Эдуард Лимонов Харьковчанин Вот Он Завещал У меня Даже Вот Заходи На мой Канал Денклуб Называется У меня В конце Каждого Ролика В качестве Бонуса Почти Каждого Ролика Его Завещание Выставлено Он Завещал Освобождение Русских Зимений Начинайте С Харькова Потом Донбасс Потом Крым Потом Северная Казахстан И так далее Ну это Слова Лимонова Это не мои Вот А как В составе Какого Государства В составе Своего Слобожанчина 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 Была Государством Не было Но Будет Многие Государства Когда-то Впервые Образовываются А что Вы так Смиритесь Слобожанчина Если Вот Харьков Получит Независимость Идеально В составе Слобожанчина Это Харьковская Сумская Область Часть Белгородской Воронежской И Луганской Если Вы Если Вы Слышали Вот Если Она полностью Восстановится Это вообще Супер Но это Вряд ли А скорее всего Харьковская Сумская Допустим Будет Слобожанчина Возможно Что-то от Белгородской Отходится Или от Воронежской И Это А даже Если в составе Одной Харьковской Области Харьковская Область По населению Больше С десятка Европейских Государств Да Будет вам Не только Не только Харьковое Государство Типа Андорра Сан-Марина А даже Больше Боснии Больше Словении Больше Черногории И так далее Так что Тут смеяться Нечего И потенциал Есть И научный И интеллектуальный В отличие От Центральной Украины Ну Я не говорю Вы северная Украина А в Центральной Украине Конечно Интеллектуальный Потенциал Народа Намного Ниже Ну По крайней мере Киев Мало Образований Харькова Киев Это Исключение Но Все равно Поменьше Чем Харьков Образованный Если Вот Братья Удельно В Харькове Побольше Людей С высшим Образованием Более Образованный Поскольку В Харькове В Харькове Больше Вузов А если На миллион Населения То Раза в два Три Больше И даже Чем Родом Я с Черниговщиной Я родом С Донецкой Даже Больше Я вам Скажу При СССР Был Харьков Самый Студенческий Город Удельно В Харькове Было Вот Я вам Скажу На 89 Год В Харькове Было 22 Вуза На 1,6 Миллион Населения Это Получается 13,8 Вуза На Миллион А в Москве А в Москве А в Москве Что Ганбас Считался Очень Образованным Объемом Ну Ганбас Никогда Не считался Он В Харькове 22 Было В Киеве 19 То есть В Харькове Было На Миллион Населения 13,8 Вуза Если Разделить При этом В Москве Было 9,8 А в Питере 9,6 То есть Харьков Лидировал С большим Отрывом По Удельному Количеству Вузов Приходяще На Миллион Населения При СССР То есть Идешь На Качество Образования На Количество Качество Образования Харьковский Ну вот Сейчас Харьковское Образование Немного Понят Потому что Насаждают Ваш Язык И так Далее Но пока Еще Технических Пока По-русски Продают Если Будет Насажать Ваш Язык То Конечно Учиться На чужом Языке Это Снижать Качество Образования Но до Сих пор Вот По крайней Мере Если Брать Трехлетнюю Данность Даже Трехлетнюю Харьковский Авиационный Институт Был лучший Оставался Лучшим Среди Авиационных Институтов Бывшего СССР Харьковский Автодорожный Был на раме С московским Харьковский ХИИТ Был тоже Одним из Лидеров Железнодорожных Вузов Ну и так Далее Ну то есть Вы считаете Харьков Испольно Русским Городом Да? Ну Ведь Безусловно Испорический Харьков Русский Город Вы знаете Харьков В Украину Попал И когда? У него Лея Но Харьков Я знаю Первая столица Украины Ну Первая столица Украинской СССР Да Да Так считается А вообще По факту Первая столица Украина Большевистская Была другая Белгород Две недели Был До того Как они В Харьков Переехали Это Это не скрывалось Даже В учебниках До 30-х годов В прошлого века А потом Это дело Убрали Оставили На которой Харьков Там выделен Белым Харьков Сити А область Она была Всегда Давайте Я знаю Эту карту Я вам Комментирую Даже Смотрите На карту Я вам Комментирую Да Харьковская Область Я вам Даже Процент Скажу 79% Украинцев Было В Харьковской Области Ну Или 74% Я могу 70% Короче Вот Харьковская Область А Харьков Сам Он Обычно Выделяется Белым То есть Как Азис Такой Не Украиноязычной Я все время Говорил Что В общем-то Тяжелая Судьба Харькова Заключается В том Что он Стал Жертвой Этнического Состава Собственной Губернии Можете Более Подробнее Пояснить Про 70% Или Про Или Про фразу Свою Про фразу Ну Я вам Еще раз Говорю Харьков Сам Преимущественно Русские Живут В области Живут Преимущественно Украинцы И поэтому Вот этот Ленин Злодей Да Вместе с Тростки Большевики Они Включили Харьков В Украину На основании Того Что В области Живут То есть Суммарно Вместе с Харьковом В области Все-таки Украинцев Больше Поэтому Кубань Отдали Кубань Отдали Тоже Потом Вернули Сталин Вернул А В 24 Году По-моему И Белгород Вернули В 20 Белгород Белгород Был В 18 И в 20 Году Тоже Под Украиной А потом Вернули В 20 А Кубань По-поль Немножку Много Много Чего Обдали По-брестскому Миру Смотри У вас Известная Называется Мапа Украины 1918 Року Это Я знаю Что это Это Не настоящий Украинский А Это Это Предмет Вашей Гордости Если бы я был Украинцем Я тоже Считал Живута Гордость Почему Потому что Именно В 18 В 18 В 18 Ваша Украина Занимала Максимальная За всю Историю Максимальную Территорию За всю Свою Историю Именно После Брестского Мира И Действительно Тут От факта Никуда Не денешься Это Такой Факт Был И Если бы Ты Патриот Украины Как я вижу Такой Разумный Умеешь Беседовать То Тут Есть Чем Гордиться Украинцам Именно Этой Мапой Смотрите Вот Я Покажу Показываю Показываю Этнографическая Карта Украины Этнографичная Украинская СССР Белорусская СССР Она Выглядит Примерно Вот так Да 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 Вот То есть То есть Значит Розовым Это Украинцы Правильно А Цветом Морской Волны Это Русский Вот Смотри В районе Харьков Да Вот В районе Харьков Как раз Зеленое Пятно Харьковский Чугуевский Район А Основная Харьковская Область Украинская Да И тут Спора Нет Ну вот Харьков Да Тут Немножко Пятно Смещено Надо Быть На Харькове Вот Это Пятно Смещено Не Не Просто Ты Для Своего Вороса Очень Неплохо Разбираешься В Истории Ну Я Очень Интересуюсь Могу Тебе Еще Могу Тебе Еще Пару Фактов Сказать Которые Вашу Пользу В отличие Это Русские Пропадают Например Кто Кто Отдал Крым Украине Отдал Я не Помню Ворошилов Был Один За Маленков Ну Правильно Вот Некогда Хрущев Это Неправильно Хрущев Это Лоббировал Понимаешь Слово Лоббировал Да Ну Продвигал А Маленков Тоже Не знаю Скажу Маленков Отдал Маленков Был Просто Лидером СССР Первым Лицом СССР Маленков Был Именно В момент Отдачи Он был Председателем ЦК СССР Нет Он был Предсовмина В то время Высшим Государственным Лицом И Сталин Тоже Таким Был Он был Председателем Совета Министров Это Высшая Должна Была Пресс Это Потом Уже При Хрущеве Сделали Лидера Партии Высшим Лицом А В те годы Когда Крым Отдавали Еще Был Как Сталин Как Маленков Был Высшее Лицо Предсовмина Вот Маленков Предсовмина А Подписывали Формально Это Три Председателя Верховного Совета Ворошилов Как СССР И Я забыл Фамилию От РССР Игна Игна Не важно И Такой Это Не важно Важно Что Это Было Такое Коллективное Решение Вот Но Нельзя Его Приписывать Хрущеву Хрущев Это Дело Продвигал Он Инициатор Но Он Не мог Передать У 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 Исторические лекции, как я понимаю, да? Не, ну не лекции, я же, у меня, лекции у меня подпискими, в общем-то, но они у меня закрытые, как правило, и мало открытых, а в этом, исторически у меня просто, я, так сказать, что смотрю, то и... Так вы же какие-то еще два факта хотели сказать? Вот, русская часть названия, копируй, потом вставишь в поиск Ютуба. Все, я, 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 все, я нашел. По поводу каких двух фактов? Ну, давай, я тебе могу... Вы какие-то хотели бы сказать, которые... А, ну хорошо, вот второй факт. Вот вас ругают за вот эти, у Крамайдана, да, пятого года и четырнадцатого, да. А я, я как раз вот, когда говорю там с тех, кто вот так вот яро топят за Россией, что эти у Крамайданы, это, особенно, ну, пятого года, когда Ющенко проталкивали к власти. Ты знаешь-то историю-то, да, про пятый год? Про четвертый год? Вот. Это была точная копия того, что случилось в Питере, пятого января 1918 года. Не слышал, что случилось в Питере? Мне интересовался, интересно. Вот, когда большевики стали незаконной организацией, захватили власть. Тогда в Питере были выборы в парламент, на который сначала большевики согласились. Потом они проиграли выборы правом эсерам и разогнали этот парламент силой. Вот. То есть, в Украине поступили более, как бы, корректно. Там не то не стали разгонять, а назначили опереточный третий тур, на котором Ющенко сделали победителем. А тогда просто грубо разогнали парламент и объявили свою власть вместе с левыми эсерами. То есть, была еще двухпартийная система тогда при большевиках. Левые эсеры и большевики. Она еще была полгода. А потом большевики и левых эсеров съели. Вот. Но, тем не менее, вот 5 января это разгон парламента партии, которая проиграла. Вот, скажем так. Проиграла, то есть, большевики. И абсолютно то же самое, только в более, так сказать, корректной форме. И, учитывая то, что все-таки 100 лет прошло, произошло в Киеве в пятом году, или там в четвертом, когда, значит, Янукович победил, и партии этого Ющенко, сторонники, не согласились с этим решением. И, значит, повернули дело так, что выборы сфальсифицированные. Ну, на самом деле, фальсификации, конечно, были с обеих сторон. Вот. Но, тем не менее, на основании этого провели вот этот тур. Ну, скопировано все с большевиков, сама идея. Вот так. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Смотрите мои исторические ролики. Слушай, я хотел спросить, я хотел спросить, я вот переставил ваш канал, я как-то, вы тут разбирали Луганского, да, как я понимаю? Ну, да, да. Андрея. Есть у меня разборка. Здесь у вас есть видео, когда появились Украина и украинцы. Вот я хотел по этому вопросу. Ну, это то же самое. А, поэтому, пожалуйста, ваше мнение, когда они появились. Официально название украинцы как... У меня... Нет. У меня есть основания, у меня есть основания, то, что украинцы были еще 11 веке. Смотрите, сам термин Украина, термин Украины появился в 1146 году по повести временных лет. Но тогда это не было привязано к вашей территории абсолютно. Просто был термин. Сама... Сам... Украина с привязкой к территории, вы правы, появились на картах Баблана в 1648 году. Украина. То есть это как появилось? И причем это название там москальское, можно сказать. Под поляками, вы тогда были в Речи Посполитой, ну, не знаю, как в Чернигов, но, по крайней мере, Киев, вся эта округа была под Речью Посполитой, то есть в Польше. И поляки вас называли то, что по-русски можно называть маргиналами, а территорию маргиналией. Вот. И король Сигизмунд Третий, польский, заказал этому французскому географу, который одновременно был ткачом. Соткать карту. Вот. И, значит, но он ее откал 12 лет, этот Баблан. За это время король умер, а другой король отказался ему выплачивать оставшиеся деньги, кроме аванса. И поэтому Баблан в качестве, так сказать, мести полякам назвал эту землю не по-польски, а по-восточнославянски Украины. То есть в московском царстве тоже называли Украина. А вот то, что поляки называли маргиналией, вот Киев и округа, в московском царстве, ну в Москве по-вашему, называли Украина. То есть название там москальское получается. И он в пику полякам написал Украина. Вот это вы правы, в 17 веке. А Украина, вот вы только разницу делаете. Украина появилась как геополитическое понятие. То есть это как географическое, как Сибирь. Сибирь есть, а национальности в сибирях нет. Также была Украина с 17 века. А вот национальность или этнос украинцев в каком году появились? Официально. У меня есть документ на руках, подтверждающий наличие этноса украинцев в 17 веке. Ну расскажите со слов или покажите, что за это. Смотрите, этот документ находится в Государственной Публичной Исторической Библиотеке России. Был за редакцией Л.И. Костомарова в 1872 году. Документ находится в Питере, в Санкт-Петербурге. В этом документе он относится к библиографическому описанию. Он называется «Акт, относящийся к истории Южной и Западной России». Здесь есть письмо, изданное Андреем Брюховецким, Гейтманом Запорожским, которое он писал Донскому казачеству. Тут прям длинное письмо, оно было переведено на российский и перский язык. ПРУФ того, что были украинцы как этносы. Какая-то фраза должна быть у вас. Хорошо, я вам читаю, я вам читаю. Хорошо, я вам читаю полный текст. Ну если полный, там на 5 минут не нужно, вы мне читайте там, где касается этносы. Вот, я вам про это и говорю. Вот только вы меня не перемивайте, идут смешивания. Да, давайте, давайте. Вот. Вообще не христианский поступает Москва. Вот прямой текст. Поговорю сейчас показать. Не, не, я вам верю. Спасибо, значит, в мой комментарий. Тут не указано, что это этнос. Тут украинцы, если вот в термин, вполне могут. То же самое, что уральцы или сибиряки. Это люди, совокупность людей, населяющих в то время Украину. А этнос, это этническая продукция, национальность. Она официально появляется, когда она появляется в тех или иных переписях населения. Вот вы в переписи населения Российской империи не было украинцев в 1898 году. А впервые вы появились в 1910 году в переписи Австро-Венгрии. Раньше в предыдущих переписах это было Голицынер. А с 2010 года австрияки поменяли на Украинер. То есть на обозначение этнической группы они стали называть Украинер. А раньше было Голицынер. Но с тех пор можно считать официальным появлением этноса украинца официально. А то, что в литературе было и вот в исторических справках, может быть и даже намекает что-то это, что это не официально. А в данном документе, что вы прочитали, это совокупность населения, населявшего Украину. То есть они вот как-то анализ. То есть нельзя было сказать, что вот какое-то поселение в Украине, и вот это касалось, там живут допустим 80 украинцев и 20 других этносов, русских, грузин, а это касалось всех, всего населения. Вот где-то так. Ну хорошо. Я надеюсь, я на запись не попал. Ну что, я записываю. Записываю, с вами интересная беседа, очень интеллектуальный молодой человек. Вас похвалят. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, в утилитарном государстве, правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один... ...в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. А на концерт пошел? Я могу сказать, что в Советсиеменных Штатах феноматизации. Федераций. То есть, в Федерации феноматизация. В Советсиеменных Штатах феноматизация. Я слышал. Да. Да? А как называется? В Советсиеменных Штатах феноматизация. Это федерация? Да. Вот, можно сказать, что я могу, но повыло всегда, за внутреннюю пути. Ты черный жопа, мне не нравится черный жопа, ты черный жопа. Голодьку всякую прочую, за станицы родные, за луга, за лёные, да за царскую вонщину. Русские группы сделаны украинским угрозом и чёрным. Пытаясь, да, да, украинка, да, 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 да. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор, у нас есть консульный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабёдами. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная, давай на смертный бой, с нашей искренней силой тёмною, с оранжевой чумой. Продолжение следует...